Девушки отдыхают За приглашением Крамера в гольф-клуб Почему его так беспокоит то, что детектив заинтересовался его сыном? Было глупо брать ее с собой Она хочет помочь, но только мешает Надо будет поговорить с ней Здесь ничего не изменилось Все та же пыль и тиканье часов Девушки отдыхают Привет, Марф. Кто это? Скотт. Скотт Шелби. Помнишь меня? Скотт? Скотт, ты? О, конечно, помню! Ну, рад тебя видеть. Сколько лет прошло? До десяток, не меньше. Ну, в моем возрасте это уже не срок. Я чиню часы, но я стараюсь забыть о времени. А как ты? Все еще в полиции? Нет, ушел. Я теперь частный детектив. А это Лорен, она мой друг. Добрый день. Ну, здравствуйте, леди. Ну, это же надо отпраздновать. Одну минутку. Погодите. Где-то тут мне попадалась бутылка виски совсем недавно. Как я рад видеть Манфреда, как в прежние времена. Не сделаешь ли мне одолжение, Скорб? Скажи мне, чтобы перезвонили ближе к вечеру. Да, разумеется. Алло. Да, Манфред здесь. Но он не может подойти. Вы не перезвоните ближе к вечеру. Спасибо. Ну, за старых друзей. Взгляни вот на этот конверт. Может, ты сможешь определить, на какой машинке был напечатан адрес. Ну, давай посмотрим. Ты не достанешь мне мое увеличительное стекло из-за... Да, конечно. Глаза меня уже подводят. Спасибо. Ну, посмотрим, что этот конверт может нам рассказать. Роял-5. Форма букв DTF характерная для этой модели. Выпущена между 1907 и 1924. Несомненно, это именно она. Эта модель, она редкая? Нет-нет, они не редко. Пожалуй, такая машинка пылится на чердаке. Едва ли не каждого старого дома. Ведешь учет всех клиентов? О, разумеется. По крайней мере, тех, кто платит. А можно взглянуть на записи? Да, конечно. Все мои учетные книги здесь. Если вы не торопитесь, я поищу список всех клиентов, кто покупал модель Роял-5 или приносил в ремонт. Да, мы будем признать. Рад помочь. Всего пару минут, и я принесу вам весь список. Думаете, убийца был здесь? Пишущая машинка начала прошлого века. Владелец наверняка приносил ее мамку. Посмотрим, кто в списке. И что Манфред там копается? Надо посмотреть. Имя убийцы может быть в документах Манфреда. Лорен думает, что сможет найти убийцу. Но, боюсь, ее ждет разочарование. Алло? Манфред? Алло! Мы записали ваш звонок, сэр. Полиция прибудет через несколько минут. Скажите мне вашу фамилию, сэр. Сэр? Алло! О, Господи! Он мертв. О, Боже! Скотт! Господи! Что ты делаешь? Звоню в полицию. Убийца уже звонил в полицию. Он хочет свалить убийство на нас. Надо уходить отсюда. Как это? Мы же к этому не причастны. Нас даже рядом не было. Я должен поскорее найти Шона Марса. Не хватает только провести сутки в участке, доказывая, что я не верблю. И что же нам делать? Смотрите за входом, а я постараюсь убрать отпечатки пальцев со всех предметов. Надо торопиться, полиция скоро явится. Что вы делаете? Хотите, чтобы у нас были проблемы? Это учетные книги. Манфред искал свои записи, когда его увидим. Бросьте. Надо скорее отсюда уходить. Окно. Там тоже могли остаться отпечатки. Где мы могли оставить отпечатки? Надо скорее вспомнить каждый предмет. Не забыть стереть и отпечатки Лорен. Нельзя втягивать ее в это. Надо. Скотт, вы еще долго там? Полиция вот-вот появится. Почти закончил. Все, уходим. Вы все стерли? Подожди. Я только гляну. Не забыл ничего. Полиция будет здесь с минуты на минуту. Надо скорее уходить. Все, уходим. Вы все стерли? Стер, что смог. Будем надеяться, что они не вычислят нас. Пойдемте скорей. Итак, в момент убийства вы были в доме жертвы. Верно? Да, он пошел в кабинет за одной вещью. Его долго не было. Я заглянул в сторону. Он был уже мертвым. Следовало позвонить в полицию, мистер Шелби. Тогда они пришлось вытащить вас сюда. Слушайте, вы не убивали вас. Мы были там по случайности. Мне не хотелось сидеть в участке, доказывая офицеру полиции, что я тут ни при чем. Хоть вы и детектив, мистер Шелби, оставайтесь в городе. Если случайно найдете пару трупов, позвоните нам. Ладно? Так, да. Скорж? Опять плятался? Пришел, не вовремя, знаешь. Не парься, я тебя тоже. Ради старого времени. Спасибо, Карл. Я двой должен. Нарыл что-нибудь интересное? Ну, пары идей есть, но абсолютно так. Если вдруг появятся кадры, ты уж мне сообщи, ладно скажи. Ладно. Куда мы едем? Я везу вас домой. Стало слишком опасно. Ну нет. Мы же с вами напарники. Таков уговор. Игры кончились, Лорен. Манфреда убили, потому что он знал убийцу. У нас под носом, черт побери. Нет. Я боюсь, следующей жертвой можете знать вы. Я взрослая. Сама за себя в ответе. Я хочу найти убийцу сына и вам меня не остановить. Тогда ищите его сами. Если что-то пойдет не так, сами расслёбывайте. Остановите. Что? Остановите, говорят вам. Если вы не поможете подойти убийцу, моего Джон, нет у нас справа. Черт, у меня нет выбора. Я делаю это, чтобы защитить ее. Я не могу бросить ее. Она пойдет на все, чтобы найти убийцу своего сына. Лорен! Эта женщина упряма, как ослица. Она пойдет... Мне так плохо. Так плохо без него. Я бы все отдала, чтобы еще раз обнять ее. ... Продолжение следует...